Всем привет! Наверняка каждый предприниматель знает, что задачи, которые приходится решать в бизнесе, сильно отличаются от задачек в школьных и университетских учебниках. Например, вам нужно понять, куда и как должно развиваться ваше предприятие, принимая во внимание следующие факторы. Спрос на аналогичный вашим продуктам устойчиво растет. На рынке наблюдается острая нехватка специалистов, цены на ваш продукт ниже, чем у конкурентов. Ваши продукты в основном покупают люди зрелого возраста. У корпоративных потребителей появляются новые требования. Ваш персонал полностью занят работой по текущим продуктам. Прибыль за прошедший период была выше прогнозов. Компункенты активно продвигают свои решения в интернете. Обслуживание старых продуктов отнимает много времени. Новые законы требуют доработки продуктов. Компункенты запустили новый продукт для молодежи. Новый цен на рынке. Не длительный чекуровень инфляции. Для запуска новых продуктов нужно с вами технологии. Большой способность потребителей аналогичных продуктов впадает. Ваши потребитель в основном мужчины. Могу повторить помедленнее, но понятнее, что делать от этого не станет. С вами канал Справочное бюро предпринимателя. Давайте разбираться. Тут все дело в том, что в бизнесе очень часто приходится сталкиваться с многофакторным анализом слабо структурированных задач. Многофакторным это значит, что во внимание приходится принимать десятки, а иногда и сотни факторов, событий, данных и процессов. А слабо структурированных это значит, что очень трудно разобраться, как все эти факторы связаны друг с другом. Как они друг на друга влияют, что является причиной, а что следствием. В общем, в огороде бузина, а в Киеве дядька. Но не один дядька, а еще и тетка в Саранске с племянницей. А у нее тоже бузина с рябиной. Вот и попробуйте во всей этой каше разобраться и принять правильное решение. Одна из сложностей в решении таких задач – ограничение возможностей нашего сознания. Дело в том, что любой человек, даже самый умный, может удержать в сфере своего внимания только ограниченное число объектов. Считается, что в среднем 7 штук, иногда до 9, но никогда не больше 12. Так уж мы устроены. Это как пытаться удержать в руках сразу несколько апельсинов. 4 штуки? Пожалуйста. 6 уже с трудом. 10 тяжеловато. А если больше, то обязательно будет что-то вот падать. Так работает и сознание. Если попробовать запихать в него слишком много объектов, то какие-то из них все время будут ускользать из сферы внимания. А значит, решение может оказаться неправильным. Ведь вы что-то упустили. Так как же быть? Есть два пути. Во-первых, можно попробовать упростить задачу. Именно так мы чаще всего и поступаем. Выбросим лишние апельсины. Отбираем только на первый взгляд самые важные. Самые важные и самые очевидные факторы и принимаем во внимание только их. Все становится гораздо проще и понятнее. Иногда это и в самом деле работает. Но чем сложнее задача, тем более опасны попытки ее упростить. На самом деле все самые драматичные ошибки в бизнесе и даже в политике вызваны именно этой причиной. А потом все удивляются. Ну что же, они там совсем идиоты что ли? Некоторые нет, а некоторые да. И вот те, которые да, они решили воспользоваться самым легким способом. Упростить задачу, ограничив принятое во внимание число факторов. И что-то важное не заметили. В принципе, как обычно. Но есть второй способ. Более трудоемкий и более надежный. Он называется структурирование проблемного поля. Давайте вернемся к нашим факторам. Мы хотим их изучить и сопоставить. Но они не помещаются у нас в голове. Тогда давайте разделим их на несколько кучек поменьше. Ну, для начала разделим факторы, которые для вас благоприятны. И факторы, которые ухудшают или могут ухудшить ситуацию. Получится две кучки, каждая из которых уже поменьше. Может быть, это уже поможет их обработать. А если нет, то пойдем дальше. Например, применим критерий времени. Каждую кучку разделим еще на две. Например, из благоприятных факторов выберем те, которые работают и делают вас сильнее уже прямо сейчас. А во вторую группу отложим те, которые пока не работают, но вот-вот начнут. То есть те, которые в будущем дадут вам новые возможности. Также поступим и с негативными факторами. Разделим их на те, которые мешают вам уже сегодня и делают вас слабее. А еще выделим те, которые создают для вас угрозы в будущем. Скорее всего, анализ каждой группы факторов по отдельности будет уже гораздо более простым. А когда вы изучите их, можно будет посмотреть, как они влияют друг на друга. Например, как, используя ваши сильные стороны, можно усилить ваши возможности. Уменьшить ваши слабые стороны. И может быть частично или даже полностью предотвратить угрозы. Также можно посмотреть и на обратные взаимодействия. Правильное решение не обязательно найдется сразу. Но его поиск теперь будет значительно проще. А вероятность совершить непоправимую ошибку резко снизится. Ведь мы не упрощали задачу и не отбрасывали никакие факторы. Картина для анализа получилась гораздо более детальной. А дьявол, как известно, именно в этих деталях и прячется. Кстати, то, что мы сейчас сделали, называется свод-анализ. Это английская аббревиатура для обозначения сильных сторон, слабостей, возможностей и угроз. Такой алгоритм структурирования проблемного поля в большинстве случаев является эффективным инструментом для многофакторного анализа. Но совсем не единственным. Ведь здесь самое главное разделить множество факторов, сделав его более удобным для анализа. А критерий для разделения может быть каким угодно. Какой придумаете? Так, например, есть еще один распространенный аналитический инструмент. PESTLE-анализ. Это когда вся совокупность факторов делится по их природе. Политические, экономические, социальные, технологические, законодательные и факторы окружающей среды. Есть и другие подходы к структурированию проблемного поля. Но, думаю, суть вы уже уловили. А значит, в следующий раз, когда вы столкнетесь с по-настоящему сложной задачей, вы не будете совершать самую частую и очевидную ошибку, пытаясь эту задачу упростить. А вместо этого структурируйте ее и попробуйте проработать ее во всей ее полноте, найдя решение, которое пойдет на пользу вам и вашему бизнесу. Этого мы вам искренне желаем. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Справочное бюро предпринимателя», а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Увидимся!